20 учеников 25-й школы разбили палаточный лагерь в Бобруйском районе. Название говорящее – юные лесоводы. На свежем воздухе отдыхают почти неделю. За это время обустроили быт, научились готовить на костре. Воспитатели помогают. До обеда они работают, и сколько времени они там не доработали, потом выходят еще дорабатывать после обеда. В зависимости от погодных условий и количества мусора, найденного у нас в лесу. На всю смену воспитанники трудоустроены в лесхоз. В обязанности входит уборка зеленой зоны. Школьники работают по 4,5 часа в день. Обходят сосновый бор, собирают пластиковые бутылки и другие бытовые отходы. Складывают централизованно. Каждый день ребята проходят по несколько километров. Ветки, бумажки, бутылки. После трудовых десантов лес становится чище. Дети признаются, работы не боятся. В палаточный лагерь отбирали на конкурсной основе. Знали, на что шли. За 9 дней каждому заплатят 51 рубль. Мелочь, а приятно. Мы помогаем нашей природе. Леса становится красивее, чище. Идешь, допустим, ты собираешь чернику, лес очень грязный. Ну, это очень мешает. А так мы все это убираем. Ну, хотя бы даже смотришь на лес, все такое красивое, чистое. Смена юных лесоводов завершится 23 июля. Но они не единственные в своем роде. Девятидневные палаточные лагеря организуют Центр дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска, Росквит и Центр туризма. За лето в них смогут отдохнуть 270 детей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.